роман приветствую тебя наша традиционная встреча как всегда мы разбираем технически фундаментально что на рынках интересного происходит цель контента конечно же дать больше информации для тех кто следит за нашим совместным творчеством за нашим контентом больше информации принять решить это всегда самое сложное сделать необходимые нужные первые а кого-то может быть и не первый но все таки шаг конкретного действия сегодня хорошо то что у нас встреча после заседания европейского центрального банка это главное событие которое те кто торговал спекулировал евро ждали уже очень давно главное событие для евро потому что уточнение перспектива прощения главного валютного риска и сегодня уже после того как решение были приняты можно обсудить что с евро реально может произойти дальше так роман видно пока вижу тебя вот сейчас что-то переключается вот теперь видно да все понял так ну что котировки по паре евро доллар 1 1828 я рекомендую смотреть на евро с позиции длинных перспектив то есть точки зрения покупок и ждать все движения пары выше отметки 1 19 но моя субъективная цель это добраться до уровня 1 19 50 что у нас известно после заседания европейского центрального банка то что на основании довольно неплохого фундамента сильного на прежде всего здесь делается акцент на очень неплохой второй квартал для европейской экономики когда ввп вырос на 2 процента прогноз был на уровне 2 процента годовом выражении тоже классные цифры производственный секторша идеал просто по динамике восстановления на сферу услуг в общем эти сектора игнорируют такой риск как проблему с логистикой и перебоями поставок от с цепочкой поставок говорят многие я как покупатель евро очень хотела от европейского центрального банка услышать именно готовность и цв сделать шаг в сторону ужесточения политики и классно что он этот шаг сделал потому что согласно комментарии кристина лагарда скажем так заявление европейского центрального банка в целом буквально со следующего месяца ецб будет уже покупать облигации в рамках прежней программы почти там на 2 триллиона долларов но в меньших объемах чем он это делает сейчас на данный момент программа количества смягчения европейского центрального банка примерно составляет около 80 миллиардов евро в месяц но судя по комментариям лицб эта программа может быть ежемесячного на выкупа облигаций сокращена до 65 до 70 это очень большой большой знак опять же для тех кто все-таки хотел бы увидеть роста европейской валюты на основании фундаментального афона потому что шаг в сторону ужесточение политики это позитивный фактор для курса валюты который стоит за регионом по которому принимаются такие решения я думаю то что евро во первых то что сейчас понятно на жестком монетарном курсе на ожидании того что четвертом квартале примеру экономический рост будет еще лучше и мы все меньше степени будем касаться ковидных рисков я думаю то что программа количественного смягчения в итоге будет еще значительно сокращена к первому кварталу вот по последующим заседаниям и это поможет нам но мне субъективно как покупатель евро ориентироваться даже на уровне 120 там 122 и посмотрим тем более что у нас с тобой периодически вот эти встречи аналитически случаются я думаю что я буду обновлять ожидание прогноза так что касается других инструментов хотел бы посмотреть еще на рынок нефти которая сейчас локально отрастает 72 13 по бренду я рекомендую смотреть там на пробу уровня 72 50 и оттуда уже покупать целями 75 и выше вчера вышел отчет по запасам который как и ожидалось из-за последствий урагана ида указал на значительное снижение запасов нефти еще больше бензин я думаю что следующей неделе и вообще период скажем в месяц мы будем работать с данными с большим знак минуса это фактор поддержки для цен на нет и пожалуй наверно самый основной фактор роста цен это то что недооценивали последствия урагана ида который сейчас уже превосходит последствия урагана катрина который имел место будет еще пятом году потому что тогда если немножечко экспонсорий сделайте по прошествии недели почти 50 процентов всех нефтебывающих терминалов и нефтеперерабатывающих предприятий восстановили свою работу но на сегодняшний день вот утро пятницы если ориентироваться на американское время конечно же немножко иначе стоит сказать но я думаю все поняли на сегодняшний день удалось восстановить только лишь 25 процентов работы нефтебывающих платформ и нефтеперерабатывающих предприятий это плохая новость для тех кто ожидал что этот форс-мажор быстро уйдет с рынка и можно будет сфокусироваться на каких-то других новостных фактор я пока что рекомендую не мудрить раз ощущается перебой с поставками раз американская экономика ориентируясь на внутреннее производство сейчас не досчитывается почти полтора миллиона баррелей в сутки и если у нас есть четкое представление почему запасы дальше будут сокращаться я думаю что нефть очень хороший кандидат на покупку и индекс рыночных настроений показывает что большинство кстати не в шарте а рынок идет против большинства так и золото еще пару слов буквально золото я прям покупатель может быть один из самых преданных очень хочу увидеть золото выше отметки 1835 понимаю что мои хотели они ничего не значат для рынка но все-таки здесь акцент на фундаментальную слабости доллара ранее я во время нашего с тобой прошлого эфира говорил что пока фрс не начнет ужесточать политику ставка на снижение доллара останется пролететь вот сегодня мы видим то что индекс доллара постепенно корректируется поэтому по золоту я смотрю вверх и рекомендую покупать вот в районе 1800 1790 долларов за тройскую унцию с стоп 8 на отметке 1785 цели целями в районе 1840 вот три актива я предлагаю туда на следующий эфир перетранслировать это евро покупки золото покупки и рынок нефти тоже роман слова тебе очень интересно ты прям в зеленой зоне до находишься оптимист оптимист это хорошо да так сейчас я демонстрацию сделаю сразу видно мой экран до грузится теперь видно так ну раз мы по золоту тогда сразу золото посмотрю отлично значит у тебя там был график h1 значит что я здесь наблюдаю вот золото хотя я не против позитивных настроений на покупку да вот но вижу что по техническому анализу золото на пути к росту ждут некоторые сопротивления да вот в частности линия сопротивления вот от этого максимума и вообще вот здесь такая площадочка сформировалась прям такая в нее золото уже давно стучится никак не может пробить вот в очередной раз после длительного роста опять откатилась обратно что-то его удерживает и даже если у вас долгосрочные покупки да то имейте ввиду что от этих уровней золото может вполне еще откатиться обратно вот поэтому здесь надо это учитывать ну а я наоборот и те кто там смотрят мой канал я знаю многие смотрят и каналы маркет и любители поскальпить да то есть краткосрочные сделочки сделать здесь от этих уровней я рекомендую продавать вот значит перейдем к так так золото посмотрели ну давай значит посмотрим тогда также нефть да на что касается нефти она действительно в такой консолидации находится да но я наблюдаю такую очень красивую волну такую которая вот прям замедляется то есть рост и и замедляется вот и возможно эта консолидация перед следующим рывком да возможно но здесь важно что нам учесть что если все-таки нефть будет снижаться вот то надо посмотреть что вот здесь очень хорошо так на такие волны гармоничные ложится сетка фибоначчи и поэтому если мы будем снижаться вниз до снижаться от этой вершины вниз то у нас на пути будет два уровня до 50 и 61 и 8 да как всем известно вот поэтому обратите это внимание на них не забудьте про них можно даже поставить alert и до пользоваться всеми инструментами терминала метатрейдер вот и здесь можно прям поставить alert и в этих местах можно поставить ордера отложены на покупку вот краткосрочные покупки здесь очень даже будут уместны ну а если двинемся дальше тоже будем рассматривать тогда зеркальные уровни да я собственно говоря обучаясь зеркальным уровнем здесь если мы пойдем наверх то поскольку рынок у нас движется волнообразно то при возврате к этой линии сопротивления она будет зеркальная линия поддержки здесь тогда можно закупаться ну например сейчас бы я не стал закупаться а вот от этой линии поддержки если мы все-таки пробьем тогда бы закупился вот это вот хороший сигнал как мне кажется вот в этой зоне вот ну и так ты золото смотрел нефть что еще а евро да евро доллар давай глянем евро доллар так по евро доллару но здесь скажем так тоже мне почему-то хочется наложить сетку фибоначи только сверху вниз у нас сильная волна мы сейчас идем вверх и опять же да в противовес общем вот этой позитивной повестке значит если мы двинемся наверх то видите как хорошо мы уровень 38 и 2 отработали назад вот думаю с не меньшим оптимизмом если пойдем вверх то здесь можно будет также выставить ордера на продажу от линии 50 и от линии 68 это то что наиболее сейчас хорошо и так приятно прослеживается вот это вот так обозначу то есть уровень 50 это 1 19 69 а уровень 61 8 это 1 20 41 вот я кстати говоря помню даже я читал книгу билла лильямса и он там рассказывал о том что даже несмотря на он там ставил рекорды даже сам для себя показывал как на восходящих трендах он зарабатывал только на продажах в принципе взял только продажи продавать и на восходящем тренде зарабатывал на продажах я просто сейчас увидел что у меня на восходящем тренде который ты прогнозируешь вижу продажи именно вот от этих уровней и вспомнил эту историю вот поэтому здесь можно как на росте долгосрочном зарабатывать кто любит да долгосрочно инвестировать так и кто любит поскальпить это вроде меня и моего сообщества здесь продажи можно рассмотреть вот от этих уровней ну собственно говоря наверное тогда и закончим вот на этой позитивной повестке используйте эти уровни и маркет по сети роман действительно так получился синергетически собрали с тобой 3 инвест идеи ну осталось только дождаться как все-таки поведет себе рынок будем держать всех курсе следующий эфир уже традиционно все зависит от тебя роман когда сможешь найти время если будет возможность следующую пятницу если нет ну что ж будем ждать когда ты выйдешь в эфир через две недели что по основным событиям что еще хочется отметить что впереди заседание федеризировал но я думаю что до него мы с романом еще раз соберемся и актуализируем то что есть моменте но полагаю что тому моменту мы сможем очень неплохо подрасти по реализации инструмент роман большое спасибо хороших закрытий недели и классных выходных база и взаимно пока